Всем привет, с вами Слава Че и вы смотрите Ньюсблог Хэнгобер. Трэвис Баркер впервые за 13 лет совершил перелет на самолете. Дело в том, что Трэвис Баркер в 2008 году чудом пережил авиакатастрофу, в которой погибли четверо из шести человек, находившихся на борту. Тогда барабанщик Blink-1802 был доставлен в больницу с множествами ожогами и находился в критическом состоянии. На фоне этих событий у Баркера развилась аэрофобия и передвигался он в основном наземным транспортом и паромами. И вот на прошлой неделе в аэродроме в Калифорнии Баркер был замечен со своей девушкой Кортни Кардашьян, чтобы отправиться на отдых. Как сообщил Трэвис еще в мае, он собирался перебороть страх. Для этого он попросил кого-то из своих близких сообщить ему о перелете за 24 часа, чтобы у него было время только собрать сумки. Можно только представить, насколько был силен этот страх, что в общем-то неудивительно. Возможно, этот пример многим поможет справиться со своими фобиями. Ведь Трэвису действительно удалось перебороть то, чего боятся многие. И главное в этом поддержка близких. Если будет желание, расскажите нам, какие страхи есть у вас и как вы их перебарываете. На Nickelback подали в суд за плагиат. Гражданин по имени Кирк Джонстон в своем иске против группы и нескольких музыкальных компаний заявил, что песня Nickelback 2005 года Rockstar нагло скоммунижена. С его песней написано еще в 2001 году. Эту песню он отправил в 15 лейблов в надежде, что они его прославят по всему миру. Но вместо этого, как утверждает Кирк, Warner и Roadrunner Records дали послушать эту песню Nickelback. И те, восхитившись его песней, полностью скопировали мелодику, гармонию, идеи текста. В общем, нагло все. Но, к сожалению, это все нельзя предъявить качестве прямого доказательства. Видимо, Джонстона вдохновила история с группой Led Zeppelin и обвинение в плагиате песни Star Way to Heaven, которая разгорелась через десятилетие после выхода трека. Теперь парень требует возмещения убытков за нарушение авторских прав. Однако, мировой суд решил отклонить иски, хотя согласился, что доступ у лейблов к песне был, и что он справедливо защищает свои авторские права. Конечно, Nickelback отрицает факт плагиата, и подать в суд на Nickelback может только сами Nickelback, если вы понимаете, о чем я. Новым басистом Megadeth станет... Барабанная дробь. Старый басист Megadeth? Джеймс Ла Менцо присоединится к Megadeth в их туре вместе с Lamb of God. Но совсем не факт, что он останется в группе насовсем. На новом альбоме группы басовые партии были уже перезаписаны новым участником группы, после скандального увольнения Дэвида Эллифсона. Но немаловажным фактором остается сыгранность корректива на сцене, и срочное приглашение опытного Ла Менца в тур выглядит достаточно логичным. Так что интрига еще сохраняется. Джеймс с радостью принял приглашение и назвал поклонников группы лучшими. С ним Megadeth записали один из самых ярких альбомов Endgame. И возможно теперь концертный сет Лиз пополнится песнями с того самого альбома. Футболки с ACDC стали самыми популярными среди любителей мерча с группами. По данным исследования Rush Order Tees, на втором месте оказались Айра Смит, далее Queen, Pink Floyd и Green Day. Как это ни странно, но футболки Нирваны и Металлики оказались менее популярными, чем с изображением Арианы Гранды. Даже несмотря на популяризацию этих групп в масс-маркете. Такой опрос выявил ряд правил для продавцов мерчей групп. Большинство людей покупают футболки с группами, чтобы надеть их на концерт, и покупают непосредственно перед самим концертом. Признают только подлинный мерч, предоставляемый музыкантами. А также считают, что неправильно носить мерч группы, фанатом которой они не являются. Нам интересно, по какому принципу покупаете мерч вы? Может, есть какой-то любимый или особенный мерч, который вы купили и храните как священный грааль? А может, среди этих футболочек есть те, кто попали в этот попсовый список? В Slot to Prevail выпустили свой второй студийный альбом «Костолом». Парни не только выпустили убойнейший материал, но и попали в западные музыкальные заголовки. Авторы рецензии прямо в один голос заявляют о возрождении жанра Deathcore. Клипы Demolisher и Baba Yaga набрали суммарно 14 миллионов просмотров. Сам же «Костолом» занял первое место в топ 40 американских рок-альбомов, обогнав тем самым и такие группы, как Metallica, Linkin Park, Guns N' Roses и прочих старичков. Также ребята бьют все мысли мои топы в стриминговых сервисах. В общем, если кто-то еще не заценил альбом, быстрее мчите. Тем более, что группа запланировала российский тур на ближайшие месяцы. Будем ждать! Также на прошлой неделе состоялась премьера видео Black Whale Brides под названием Torch, в котором фронтмен Энди Бирсак дебютировал как режиссер. По задумке Эдди, это видео стало заключительным в повествовании истории из четырех частей предыдущих синглов. Бирсак признался, что работать над этой концепцией было величайшей радостью в его карьере. Ну а новый альбом The Phantom Tomorrow выйдет 29 октября. Dream Theater выпустили новый сингл The Alien с предстоящего альбома The View from the Top of the World, релиз которого состоится 22 октября. Юбилейный концерт Аматрии All Stars Live in Moscow теперь доступен для просмотра на YouTube. Парням потребовалось чуть больше трех месяцев, чтобы создать атмосферный и очень знаковый концертник, который оценит не только фанаты группы, но и все любители тяжелой музыки. Кори Тейлор впервые исполнил кавер на Sleep Not в составе своей группы. Речь идет о треке Wait and Bleed, которую Кори исполнил впервые в оригинале и без маски. В сетке из прошедшего концерта в Северной Дакотте также вошли песни Stone Soar и треки с дебютного сольника Тейлора. Поклонники заметили, что исполнение песни без маски стало намного чище. Кто-то написал, что Кори решил размяться перед предстоящим туром, но нашлись и те, кто остался недовольным тем, что Кори исполняет песни группы без самой группы. Еще больше новостей ищите в нашем телеграм-канале и в группе ВКонтакте, ссылочка будет в описании. С вами был Слава Чуя, вы смотрели Ньюсблог Хэнговер. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok